Первая игра не за горами. В Монино завершается строительство регбийного стадиона. Уже построены восточные трибуны на 3000 мест, входная группа, засеяно травой, игровое поле площадью 9000 квадратных метров. Самую большую арену в Центральном федеральном округе строят на средства федерального и областного бюджетов, исключительно для игры в регби. К стадиону проложен широкий тротуар протяженностью в полтора километра. Основные дорожные работы выполнены в этом году. Было принято решение обустроить там дополнительно тротуар, для того, чтобы гости, которые приедут на стадион, могли спокойно от станции Монино перейти с комфортом до стадиона. Также обустроены были дополнительные парковочные места, обустроены переходно-скоростные полосы для удобства водителей. Вдоль Новинского шоссе реконструировали ливневую канализацию. С учетом расположения спортивного объекта в удобное место перенесли автобусные павильоны. Весной вдоль дороги заменят линию уличного освещения. Количество фонарей увеличится. Планируется проведение капитального ремонта дорожного полотна. Муниципалитет на себя берет обязательство обустроить и благоустроить зоны, прилегающие к данной дороге. То есть, работы также уже ведутся по ремонту примыканий и съездов. Первая игра на стадионе должна пройти будущей весной. Он сможет вместить более 7,5 тысячи болельщиков. Планируется, что здесь будут проводить игры международного уровня. Почему в Монино? Именно в поселке авиаторов была основана команда ВВА Подмосковья. Сегодня сильнейшая регбинная команда страны. Монинские спортсмены играют в национальной сборной России, в традиционной регби и в олимпийской семерке. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.